25 января фойе Московской церкви Роса превратилось в настоящий музей Холокоста. Посетители выставки, прихожане разных евангельских церквей Москвы смогли услышать подробную историю о том, что происходило на территории Европы и СССР, и еще глубже ощутить трагедию еврейского народа через множество фотографий и картин. Я представляла выставку Лилии Ратнер. Удивительная женщина, художница, искусствовед, она сама еврейка, верующая христианка, любящая Бога, верящая в Него. И она говорила, что когда я рисую этот цикл Холокост, я плачу, но не могу не рисовать эти картины, потому что хочу сказать нынешнему поколению, а что могу сделать я, чтобы это не повторилось. Вот этот вопрос я тоже сегодня хочу вам задать. А главное, что планируется, эти выставки еще будут проходить Лилии Ратнер. Ее уникальное прочтение, именно библейско-историческое, этого явления Холокост, она говорит, что Бог был там, где страдал его народ. Неделя памяти жертв Холокоста, которая проходит в эти дни в Москве, стала основной темой межцерковного молитвенного служения «Молитва за Израиль». Музыкальные номера, стихотворения и все, что происходило в этот вечер на сцене, подтверждало, что каждый из присутствующих осмысленно пропускал трагедию Холокоста через собственную память. Это заповедь, которую Бог оставил для нас, чтобы мы любили. Любили, как он сказал, себе даю вам новые заповеди. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И нет больше той любви, кто полагает душу за друзей своих. Я сегодня вспомнил свое детство, пятый класс, когда мои друзья-мальчишки налетели на девочку-еврейку и закидали ее снежками. А я с ней знаком с первого, второго, третьего, четвертого класса. Был у них в гостях в доме. И мне сегодня стыдно, что я не вступился за нее. Я шел и молчал. И вот слова Христа «Полюбите друг друга, как я полюбил вас». Нет больше той любви, кто полагает душу за друзей своих, чтобы нация наша изменилась, чтобы история нашей нации тоже изменилась, чтобы мы не скатились опять в эту пропасть, безумие. Российская земля впитала миллионы в крови человеческой, миллионы. И да не будет этого. И да поможет нам в этом Бог. Очень дружим с христианами, которые нам помогают во всем, вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне, потому что мы понимаем о том, что они молятся, и нас это вдохновляет. И я считаю, что любовь и доброта должны спасти мир. Особыми гостями стали те, кто прошел через это ужасное время и сейчас собственными устами могут поделиться своими чувствами и переживаниями. Большой честью стало их участие в молитве. Служители десяти евангельских церквей молились за возвращение евреев в Израиль, за развитие иудейско-христианского диалога. Увеличение молитвенных служений в России. Наши молитвенные служения переходят на какой-то новый, более высокий уровень. И я просто пользуюсь случаем, приглашаю сейчас, приходите на эти межцерковные служения. Вы необычайно обогатитесь Господом. Бог так желает, чтобы вы были там. И мы говорили о том, что наши молитвенные служения, они выходят на новый уровень. И мы просим вас молиться о том, чтобы с 2020 года в России начались межцерковные молитвенные марафоны за Израиль, когда вся церковь России от Чукотки, Камчатки, Магадана до Калининграда будет в одном порыве, в одном духе молиться и благословлять еврейский народ. Мы будем делать добрые дела, которые будут менять сердца евреев и христиан, обращая их друг к другу. И тогда наша земля не будет поражена проклятием. Мероприятие длилось три часа. Никто не ушел из зала. Все понимали важность этого служения. Потому что церкви дана, конечно же, власть. И в этой власти есть важный момент. Момент сохранения памяти. Мы делаем это вместе и призываем это делать других. Присоединяйтесь. Будем вместе служить Господу, молиться, участвовать в межцерковных молитвенных служениях. Благословит нас Господь всех. Информационное бюро «Спектр» Москва.